всем привет и как говорят у нас в италии бандер ну ну что ж еще одна неделя у нас подошла концу давайте разберемся как мы ее отработали им какие сделки совершали сделаем определенные выводы ну и собственно разберем но причину входа и выходов из данных сделок если обратиться к нашему дневнику видим что вот данная неделя последняя у нас не так много было сделать 23 сделки проторгован объем тоже ниже среднего то есть 279 тысяч проторгован это ниже наш среднего объема потому что хорош пробойных сделок не было мы сильно никуда не пихались но из приятного можно отметить что почти все 23 сделки были закрыты и в плюс и результат в целом плюс 1000 20 долларов плюс комиссия что в принципе не может не радовать ну давайте разберемся собственно по сделкам как они были отработаны и поговорим об этом чуть подробнее итак друзья подводя общий итог всей недели можно сказать что у нас примерно 50 процентов сделок были по характеру когда мы заходили в пробой но чуть заранее за процент за 2 и 50 процентов это сделки где мы брали уже непосредственно закол уровня и так называемый откат или ложный пробой я в четверг выпускал видео по разбору сделал которые были не понедельник вторник и среда а сейчас видите уже весь список сделок непосредственно за неделю с нижнюю часть мы рассматривать не будем потому что была рассмотрена в предыдущем видео а рассмотрим именно те сделки которые были с четверга по воскресенье и давайте рассмотрим самые интересные и также разберем причины входа и проведем определенную аналитику и начать хотел я с одной очень интересной сделки сделки по инструмента целора эту сделку можно характеризовать как самую руки быстрые руки на диком западе видим что перед вами график инструмента на часовике видим что инструмент у нас очень хорошо растет явно есть покупатель мы подходим к круглому числу которая находится на отметке 027 на этом на этой отметке у нас есть и на споте и на фичах крупная плотность соответственно я хочу что увидеть как мы не подошли увидеть на торговку а также видеть как мы импульс на ее проедаем забираем стопы так как за этой плотностью располагаться стопы тех участников которые заходят перед ней на отскок и соответственно те скальперы которые входят на пробой уровня когда они будут фиксироваться цена также чуть-чуть вкатит поэтому вот это движение я беру что мы видим вот перед вами график 5 минут видим что цена у нас почти подошла продолжается на торговочка и собственно вот как это было с нас подходит шпилькой закалывает и резко вкатывает собственно это движение мы берем на дневнике трейдеры если открыть смотрите что интересно кажется что мы открывались в лонг вот здесь а фиксировались выше но нет на самом деле мы вот здесь открывались и зафиксировались внизу просто это было так быстро что на график кажется что мы заходили в лонг но нет видимо здесь вот справа есть пометка что мы сначала продали потом зафиксировали и И в целом открылись, опять же, очень хорошо, просто чисто от плотности, и суммарно получилось в данной сделке зафиксировать 1%, но не так много, повторюсь, потому что мои рабочие объемы на заколы сильно меньше, чем на пробой, но в целом такая сделка принесла нам 52 доллара и довольно технично себя отработала. Еще одна сделка по инструменту Arbitrum, ARB у нее сокращена, монета недавно у нас была залистена на FUTCHI, и, собственно, здесь была достаточно идейная сделка, то есть тоже я видел, что у нас есть уровень, это у нас уже 15-ти минутка, видим, что цена у нас несколько раз наторговалась, видим, что имбаланс вот здесь у нас есть, и цена явно хочет хотя бы импульсно вот это вот все проторговать. Идея была какая, вот здесь вот набраться чуть-чуть, и вот это движение высидеть, но было одно, но мы, конечно, набрались вот здесь вот, дальше цена у нас начала тупить, вот так вот, это кажется на графике, что она прошла очень быстро, потому что стоит 15-ти минутка, но если отмотать, скажем, на 3 минуты, видим, насколько здесь была жесткая проторговка. Набирались мы вот здесь вот, дальше цена начала вот так вот сильно тупить, и в моменте, когда я начал видеть вот эти вот принты на покупку, они были явно сильнее, чем в моменте рост биток. Я подумал, что, возможно, сейчас мы улетим вообще вот так, а только потом как-то покатимся вниз, и я вышел из сделки практически в ноль, и, собственно, вот это все движение не выселил. Хотя, опять же, глядя на историю, я понимаю, что точка входа и аналитика была верной, то есть я понимаю, куда должна прийти цена, потому что там она, во-первых, не была, да, это и правила справедливой цены, и, опять же, непроторгованная зона, и хороший уровень, за которым есть стопы. И именно вот поэтому, понимая все это вкупе, цена и дает такие импульсы, и нужно понимать, собственно, где эти зоны находятся. Но если возвращаться в дневник трейдера, вот как это было, видим, что вот здесь мы заходили, видим, что вот на этом откатике буквально небольшой минус я в моменте видел, дальше начала проторговка, и в моменте я вышел. Да, 0.85 я забрал практически процент, но вы должны понимать, что вот это все движение я хотел как раз и высидеть, и был готов даже чуть-чуть потерпеть какой-то упыток, но не получилось, не стал рисковать. Да, понятно, что, опять же, плюс процент вроде как, но сам потенциал был намного-намного больше, и жаль, что не дотерпел. Но, с другой стороны, и причины для выхода у меня тоже были, потому что в моменте, повторюсь, я видел, что арбитру начинает отрастать явно сильнее, чем биток, я побоялся, что туда пришел просто покупатель. Давайте рассмотрим еще одну сделку, сделка, которая была совершена у нас по набору позиций на пробой уровня заранее. Видим, что инструмент у нас называется CFX, отмечаем для себя хороший, не заколотый уровень, и видим, что у нас был он сформирован вот здесь, вот да. Далее мы несколько раз к нему подходили здесь, здесь, четко отбились от него здесь, и аж три раза подходили к нему практически вплотную в данном метре. Мне, конечно, хочется собрать хотя бы стопы, и поэтому заранее я набираюсь для того, чтобы как раз, не важно, будет закол или пробой, хотя бы взять вот этот потенциал еще раз до уровня. Это у нас часовик, давайте откроем пять минут. Видим, что цена у нас активно ходит, у нас она не просто летит ко мне вниз, а есть определенные волны, и, собственно, набираться мы будем вот здесь, здесь, и здесь. И главное лишь просто понять, где эта волна закончится, и точно определиться, что это лишь коррекционная волна, а основное направление у нас шартовое. Собственно, вот так это и было, набирались мы двумя пачками. Одну пачку я набрал вот здесь, вот когда увидел, что объемы у нас явно сильно растут, вот видно в графике объема, видим, что явно продолжает цену толкать вниз. А вторую пачку я уже пихнул практически в уровень, и, собственно, выходил частями после того, как цена пробьет данный уровень, и смотрел по факту, что происходит в ленте сделок через привод. Ну, собственно, вот так это было, цена у нас наторговывается, видно, что у нас был классический закол, но в целом, опять же, получилось отработать достаточно неплохо. Вот как это выглядело, первую пачку кинул, вторую пачку кинул практически в уровень, ну и на шпильки выходил, и получилось забрать уже практически 2%. Видим, что мы набирались, самое главное, частями по ходу движения, да, мы не усреднялись здесь уже, а просто докидывали по ходу движения. Можно было кинуть вторую пачку больше, чем первая, но я решил не рисковать. И данная сделка, в итоге, повторюсь, принесла на 2%, и суммарно 184 доллара, очень хорошие уже цифры, и самое главное, технично получилось отработать. Поэтому всегда приятно разбирать такие сделки. Ну и последняя сделка, о которой я хотел поговорить, эта сделка была совершена вчера по инструменту Маск. Видим, что у нас открыт сейчас 15-ти минутка, отмечен уровень, дважды цена от него отскочила. Видим также, что у нас есть небольшая вот эта вот зона имбаланса, и, соответственно, опять же, хочется, чтобы цена как минимум его перекрыла, и стопы забрала, и проторгала вот эту неэффективность. Соответственно, мы здесь заходили на пробой уровня, но также чуть-чуть заранее набирались, если открыть минутку. Заходили мы где-то вот здесь, насколько я помню, вот в этой волне, опять же, на росте объемов, когда лента у нас останавливается, видно, что в моменте опять начинают сильно давить продавцы, и, собственно, движение меньше процента мы хотели высидеть, чтобы просто забрать вот эту заколу уровня. Собственно, так и произошло, цена у нас подходит, наторговывается. Там дальше был закол, и цена улетает вверх. Собственно, довольно понятная сделка, тоже ничего сложного. Вот так это выглядело на дневнике трейдера. Давайте откроем минутку. Вот как это было. Набираемся чуть-чуть заранее. Видим в моменте небольшой убыток, но дальше цена начинает медленно-медленно-медленно, но уверенно заходит в нашу зону. 0,66% получилось забрать, и суммарно также там порядка, давайте посмотрим, сколько, порядка 57 долларов получилось с этой сделки забрать. Ну что ж, как вывод всех сделок всей недели. Сильно в пробой мы не лезем, потому что хороших формаций не так много на рынке. Либо мы заходим чуть-чуть заранее на пробой, либо же сейчас берем, хорошо получается, уже как третью неделю, закол или так называемый ложный пробой. Поэтому объем мы сохраняем ниже среднего. Работаем пока по той структуре рынка, который дает нам зарабатывать. Ну и посмотрим, что будет, когда уже начнется какой-то медвежий рынок. И посмотрим, может быть, будет сильной информации. И уже, как и раньше, будем заходить большим объемом непосредственно в пробой. Но для этого нужно, чтобы все факторы совпадали, чтобы мы шли со всем рынком, со всей вот этой толпой ликвидности и собирали вот эти уровни. Но пока, повторюсь, работают больше заколы. Ну, собственно, мы и продолжаем работать в том плече, где мы получаем с этого деньги. Ну что ж, друзья, надеюсь, подробно рассказал, что к чему, подвел в итоге недели. Ну и продолжаем также снимать видео специально для вас. Поэтому подписывайтесь, заходите в тележку, следите за нашими активностями. Спасибо всем за внимание, до новых встреч и пока!